Добрый день, коллеги. Извините, тут маленькая организационная непонятка. Я в полной уверенность, что был в 11.30, но вынужденно заставил вас ждать. Прошу, приношу свои извинения. Я бы предложил сегодня построить общение в режиме мы бы поделились результатами проекта и потом пообсуждали. Я рад видеть многие знакомые лица здесь. Это очень приятно. Хочу начать с чего? С маленького признания, что я лично вообще ни на секунду не врач, ни доктор, не имею медицинского образования и не планирую вас обучать или рассказывать, как организовывать палеоативную помощь. Это вообще не входит в мои планы ни на секунду. Извините, а реально сложно. Спасибо большое. Поэтому я хочу поделиться с вами сегодня теми результатами, которые наша команда достигла за 6-7 месяцев проекта. Мы проехали 25 регионов. Это, конечно, не 85, это не вся страна, но, вы знаете, это примерно по населению, по площади, это больше трети Российской Федерации. Поэтому позволю себе сделать некую аппроксимацию на всю страну, что мы отчасти понимаем, как палеоативная помощь в России сегодня строится и выглядит. Поэтому я сегодня представлю вам некие результаты, такие аналитические, управленческие, менеджерские, о том, как выглядит палеоативная помощь. И после этого предлагаю в режиме свободного обсуждения будут вопросы, будут мнения. Нам это всегда полезно, важно и буду признателен. А вот сюда не включается, да? А, боковые, да? А как переключать? Давайте начнем. И поэтому в режиме абсолютно свободного общения, свободной дискуссии. Что такое регион заботы и из чего он состоит? Изначально это было 25 регионов, сейчас уже 26. Присоединился Севастополь и на подходе еще несколько регионов, которые страстно желают присоединиться к проекту. Как я уже сказал, это более трети в количественных показателях от страны. Дальше вы увидите. В процессе проекта мы выезжали во все регионы, знакомились с текущей инфраструктурой оказания палеоативной помощи. То есть выезжали в те учреждения, медицинские организации, в которых оказывается помощь, смотрели, как работают выездные службы, знакомились с людьми, которые участвуют в оказании помощи. И, соответственно, плюс еще запрашивали огромный страшный информационный запрос, который вызывал у регионов ужас, страх и невосприятие, скажу честно. И, честно говоря, если бы мне такой запрос отправили, я бы тоже посидел. Но, увы, мы понимаем, что, к сожалению, статистика и вообще аналитика по палеоативу в Российской Федерации не очень развита. И поэтому это вот одна из проблем, о которых тоже стоит говорить. Что важно? Этот проект поддерживается на уровне губернаторов. То есть все губернаторы 25 регионов лично изъявили желание участвовать. И, конечно, всячески, организационно, по-генеральски помогали. И там, где пробуксовывало, поддерживали. Пожалуйста, вот эти регионы, 26, которые уже в проекте. Как вы видите, это практически с запада на восток, с севера на юг. Мы специально подбирали абсолютно разные, несопоставимые между собой регионы. Это, видите, Красноярский край номер 23, который занимает значимую часть Российской Федерации. Это и Калининград. Это и небольшие, но плотно населенные республики Кавказа. То есть, по сути, вся палитра разнообразия, которая у нас в стране присутствует, мы, считаю, покрыли. Вот просто ряд цифр. По населению почти 40% населения охватывает проект. По потребности в палеотиве тоже приближается 36%. Поэтому это статистическая выборка, которая позволяет делать выводы в отношении палеотива практически на всю Российскую Федерацию. Что мы учитывали, когда формировали программы? Все же прекрасно знают, что все это родилось с поручения президента, которое было в январе, 16 января 2019 года, если я не ошибаюсь, который поручил руководителям регионов разработать индивидуальные программы развития палеотивной помощи с учетом лучших практик, имеющихся и европейских, и российских. Соответственно, когда мы разрабатывали индивидуальные программы, мы учитывали географию, потому что нельзя сравнить организацию палеотива в КБР, Кабардино-Балкарии или в Калининграде с Красноярским краем. Для примера, Красноярский край это 3300 километров с юга на север, это лететь свыше трех часов от Красноярска до Норильска, и посередине это Тундра, Сибирь, 0,02 человека на один квадратный километр плотности, в Эвенкии, например. То есть как дотянуться туда, там кочевые племена, которые зимой приходят, летом уходят с оленями, абсолютно непонятно. Поэтому география важная, аспект населения, население и по плотности, и по каким-то культурологическим особенностям тоже важно, потому что одно дело население мегаполисов, там Красноярска, другое дело население в Дагестане, абсолютно разный менталитет, разные культурные, исторические особенности, и невозможно их не учитывать. Экономический потенциал. Очевидно, что, допустим, доходы Сахалина на, сколько, по-моему, там 450 тысяч населения, если я не ошибаюсь, и 495, вот простите, да, спасибо, Михаил Кимович, 500 тысяч, и доходы свыше 100 миллиардов, там 130 миллиардов, по-моему, это потрясающий экономический потенциал. Или Ивановская область, где население значительно больше, наверное, в два раза, и доходы, увы, значительно меньше. Поэтому, так как паллиативная помощь – это ответственность регионального бюджета, мы, соответственно, не могли не учитывать возможности, финансовый потенциал конкретного региона. Потребность в ПМП. Ну, тут все очевидно, это напрямую зависит от количества населения, тут все просто, текущая инфраструктура и кадры. По сути, вот все эти круги учитывались при формировании программ. Поэтому мы берем на себя ответственность говорить, что программы индивидуальны, индивидуальны для конкретного региона. Программа для Сахалина отличается от программы для Красноярска, и, соответственно, отличается от программы для Иванова. Что на сегодняшний момент сделано? Подготовлено, по сути, и несколько программ уже утверждено губернатором, какие-то в процессе согласования в правительствах регионов, какие-то в процессе обсуждения. 18 программ подготовлено. Посетили более 200 медицинских организаций в 25 регионах и, соответственно, более 80 организаций соцзащиты. Почему, я не знаю, может быть, вопрос есть, почему мы посещаем соцсферу? Отвечу. Значительное количество потенциальных пациентов палиативных находится в отделениях милосердия, в социальных учреждениях. И на сегодняшний момент можно констатировать, что практически не имеют доступа в случае потребности в палиативной помощи. Что еще важного? Этот проект реализуется совместно с Минздравом. И наша команда, команда проекта «Регион заботы» совместно с профильным департаментом Минздрава вначале разработала методологию, прототип программы, который был разослан письмом Камкина вам, мне кажется, в июне. В июле уже, да? В июле. С просьбой до 15 августа представить вам итоговую программу. Подозреваю, да? Ну, уж простите за это. Нашей вины в этом нет, но как есть, это наша жизнь. Что еще важного? По результатам выезда мы сформировали пул проблем, тех проблемных сторон, которые мы выявили, и, кстати, которые характерны практически для всех регионов. Ну, я не знаю, 90% пересекаются и повторяются. Там, условно, 5-10% каких-то проблемных зон, которые от региона к региону отличаются. Поэтому интересный факт. Что еще? Разработан интерактивный портрет. Я попрошу своего коллегу Алексея Рогатнева потом просто вам продемонстрировать, что это такое. Это продукт, который появился вообще побочный такой эффект проекта. Но мы использовали его для моделирования программ, для моделирования доступности. Например, вот в этом районе находится выездная служба. За сколько? За два часа до какой точки региона она доберется. То есть тепловые карты строили. И потом это оказалось очень эффективным для визуализации, для принятия решений. И мы начали это просто демонстрировать министрам, вице-губернаторам. И у всех прямо это вызывал вау-эффект. Поэтому мы его выделили в отдельный такой продукт, как хобби родился, а сейчас уже, по сути, он может быть использован и жить своей жизнью. Поэтому будет интересно, с удовольствием вам про него расскажем. Это такая вставка, просто регион заботы работает. Вот смотрите, любопытный слайд. Мы специально убрали наименование регионов, чтобы никому не было обидно. Каждый, я уверен, догадается, где какой регион за себя, за свой регион. Но из других регионов люди не поймут. Это такая матрица, которая демонстрирует... Здесь 25 проектов, которые были у региона заботы. Смотрите, по горизонтальной шкале заинтересованность. То есть у нуля, у точки ноль заинтересованность минимальная. Соответственно, чем правее в сторону бесконечности, тем максимальный интерес к проекту и к участию в проекте. По вертикальной шкале возможностей. Возможности тоже не имеются в виду только финансовые. Это и кадровые, и инфраструктурные. То есть это такой достаточно комплексный показатель. Но при этом, признаюсь, несколько субъективная таблица. Понятно, что мы оценивали это на основе нашего личного очного общения с командой от региона, с проектной командой. Поэтому достаточно субъективная. Но вот вы видите, да? Я позволю себе показать. То есть вот этот квадрат, по сути, те регионы, которые имеют прекрасные возможности и горят, глаза горят, руки делают палеотивную помощь в своем регионе. Этот квадрат, соответственно, ну, скажем так, аутсайдеры палеотивной помощи. У них и нет возможностей, да и желания особо нет. Здесь самые загадочные люди, регионы, у которых, в принципе, есть возможность, но желание подкачало. А? Почему? Желания нет? Да другие приоритеты. Я же понимаю, что такое палеотивная помощь, это, ну, когда живым-то не всегда возможно помочь, да? И Минздрав со своими, действительно, там, десятками программ наседает, то палеотив, он волей-неволей отходит куда-то чуть дальше, на вторую очередь приоритетов. А? Ну, соту не хочется так думать. Ну, будем дипломатичны. Поэтому вот такая есть у нас матрица. И мы, конечно, исходя из нее, просто понимаем, куда прикладывать свои усилия в будущем. Потому что здесь крайне сложно, здесь надо бороться, этим надо в большей степени помогать, потому что хотят, но не могут. Ну, а у этих, в принципе, все получится, все замечательно. Некоторая статистика, которая тоже характеризует текущую ситуацию. Видно вообще? Нет? Плохо видно, да? Ну, прошу прощения, тут... Да, совсем не видно. Смотрите, мы для себя взяли... Ну, во-первых, мы в каждой программе, в каждой регионе рассчитывали потенциальную потребность, в соответствии с методикой ВОЗ. Это вторая колонка. Нет, потребность... Да, это вторая колонка. И смотрели, сколько же в 2018 году реально было оказано, какому количеству людей была оказана помощь. Ну, цифры не оптимистичные, но, по крайней мере, реалистичные. В основном цифры колеблется от 15 до 30% от расчетной потребности. Редко где превышают 50%. То есть, условно говоря, если 10 тысяч потенциальная потребность в год нуждающихся в паллиативной помощи, то в среднем в регионах оказывается там 2-3 тысячам человек. То есть, остальные сложный вопрос. Либо не выявлены, либо вообще не знают, что они могут претендовать на это. Это целый отдельный философский диспут. Поэтому вы прекрасно видите, это, с одной стороны, грустно, с другой стороны, здорово, шикарный потенциал для роста. То есть, вот у тех регионов, помните, которые в правом верхнем углу, вот они будут расти и демонстрировать серьезный прирост ежегодно. И для нас, для всех, это просто показатель того, как мы должны развиваться и куда двигаться. По детям, я сейчас вот сказал про 10 тысяч, это был пример по взрослым, по детям ситуация чуть лучше. Охват по детям в среднем по стране, в среднем по 25 регионам выше от расчетной потребности. Поэтому можно говорить, что несколько оптимистичнее ситуация. Крайняя правая колонка для примера. Тоже плохо видно, да? Крайняя правая. Мы рассчитали, в каждом регионе выделяется x рублей на оказание паллиативной помощи, например, 100 миллионов. При расчетной потребности 10 тысяч человек. Мы ввели условный показатель, разделили текущий объем финансирования на текущую расчетную потребность. И получилась цифра на одного человека в год. Соответственно, вот правая колонка нам говорит об этом. И хочу обратить ваше внимание, что от благополучия региона, от его финансового потенциала не всегда зависит объем финансирования. Например, Новосибирская область при неплохом бюджетном потенциале одна из самых минимальных ставок финансирования на одного человека. В частности, вот красный выделен 2100 рублей на человека в год. При том, что, например, Кабардино-Балкария, которая несопоставима по финансовому потенциалу, финансирует 3600. То есть практически больше, чем на 50% больше. Поэтому этот показатель говорит о том, насколько в приоритете, насколько палеотивная помощь в регионе потенциально вообще рассматривается как важная. Совершенно верно. Поэтому это для нас такие аналитические цифры, которые мы никогда не публичили. Ну и я считаю, что в узком кругу профессионалов это не есть опубличивание. Поэтому это для нас с вами просто как такая дискуссия. Но она очень показательна. Нет, вы знаете, там, где прочерки, просто нет информации. Это не ноль, это отсутствие банальной информации. Дальше мы рассмотрели амбулаторной и стационарной помощи. Здесь просто количественные показатели в количество выездных бригад, количество патронажных служб. Но мы с вами видим, что в целом можно говорить о том, что выездные виды палеотивной помощи в стране слабо развиты. То есть, допустим, брать Красноярский край, три выездные патронажные службы – это ничто. На два с лишним миллиона квадратных километров. Соответственно, не буду останавливаться на этих цифрах. Просто вам на понимание, что масштаб бедствия не сопоставим с текущей инфраструктурой. Вот показатели по стационарным формам обслуживания. Здесь можно обратить внимание на то, что, во-первых, в структуре до сих пор преобладают палеотивного фонда это сестринские койки, которые все мы прекрасно, я надеюсь, понимаем, не являются по своей сути палеотивными на сегодняшний день. Там присутствуют в большинстве непалеотивные пациенты. И сестринские койки – это койки, простите мне за грубое слово, передержки людей между медицинской организацией и социальной. Поспать, прокапаться в лучшем случае витаминчиков пожилым людям. И вот прошу обратить внимание, последняя колонка – средняя длительность пребывания на койке. 125, 187, 52. Я хочу сказать, это средняя. В одном это может быть 360 дней, а в другом – 5 дней. Поэтому это просто арифметическое деление. На самом деле цифры ужасающие. И летальность, которая является показателем профильности палеотивно-непалеотивные пациенты, находится, мы тоже видим, на палеотивных койках она чуть выше. Соответственно, 30%, есть 18%, 26%. Но и то, есть и 7% в год, 2%, 9%. То есть мы с вами понимаем, вы больше меня понимаете, являясь профессионалами, что это отнюдь далеко не палеотивные пациенты. Поэтому даже иногда зачастую не надо ездить, а можно взять просто цифры, посмотреть и сделать какие-то выводы по этому поводу. Так, это у нас дети. Соответственно, аналогичная ситуация по детям, так же, как и по взрослым. То есть цифры тоже не оптимистичные. Что из этого, из всего, какие выводы мы могли сделать? Что, к сожалению... Прошу прощения, Дэма, я вынужденно отвлекаюсь и сбивать немножко, извините. Что наличие палеотивных коек и выездных служб в регионе абсолютно не гарантирует оказание и построенность палеотивной помощи в регионе. То есть с точки зрения статистики, отчетности, все замечательно. Есть кабинеты, куча кабинетов. Типа выездные службы работают. Койки есть. Но, по факту, когда начинаешь разбираться, на койках не палеотивные люди. Кабинеты работают 3 дня в неделю по 2 часа в день. На 0,25 ставки терапевт участвует в деятельности кабинета. Мы с вами прекрасно понимаем, что это некая фикция, эфемерная статистическая отчетность, которая с жизнью палеотивной не имеет ничего общего. Когда мы говорим про медицинский персонал на местах, и вот сейчас это не мой вывод, потому что я не являюсь, вначале сказал, доктором и врачом, не понимая, что такое палеотивный пациент. Это мнение наших медицинских экспертов, которые в каждый выезд обязательно с нами выезжали и смотрели пациентов, и их истории болезни, и общались с врачами. Соответственно, в большинстве случаев, я прошу меня правильно понять, я не говорю 100%, я говорю большинство случаев, это значит больше 60, больше 70, когда люди на местах, которые оказывают якобы палеотивную помощь, не понимают, что это такое. С точки зрения, как ухаживать, как обезболивать, как обрабатывать пролежнее. То есть не знакомы с современными средствами ухода. Поэтому ключевое обучение, обучение и еще раз обучение. Ну вот, Кемеровская область, здесь позитивные исключения, потому что там действительно высокий уровень понимания палеотивной помощи. Что еще? Ну, дальше цифры я уже тоже озвучивал, что большинство пациентов не являются палеотивными. На самом деле, на койках сестринского ухода, можно говорить, 70-80% непрофильных пациентов, на палеотивных койках чуть меньше показателей, но тоже большой показатель непрофильности. Проблема с доступностью наркотических средств для обезболивания. Практически нигде не ведется реальный учет, реальный регистр нуждающихся в палеотивной помощи. Ну и самое важное, чтобы палеотивная помощь шагала по региону, по стране, важна, конечно, поддержка высшего генералитета, то есть губернатора, вице-губернатора. Без этого на плечах ГВС, на плечах отдельных руководителей медицинских организаций эту тему не поднять, не вытянуть. Она может быть локально где-то замечательно реализована в отдельном маленьком учреждении или немаленьком, или в среднем. Но это не система. Это скорее будет исключение, но не правило. Наша задача, задача проекта, и, надеюсь, наша с вами, это сделать помощь системной, чтобы каждый нуждающийся в итоге мог ее в нужное время, в нужном месте получить, и чтобы последние моменты пребывания на этом замечательном свете оказались не столь ужасными. Так что в двух словах это все. Можно еще сказать о будущем. Проект состоит из двух частей. Первый этап логический мы, по сути, подводим сегодня. Разработаны 18 программ, они в процессе утверждения. Второй этап, это следующие, 20-е и последующие года. С левой, вот здесь зеленоватым выделено. Это те 15 регионов, которые будут на втором этапе, ну, по сути, в режиме онлайн сопровождаться, где мы будем доходить, дотягиваться до уровня конкретного учреждения и с руководителями учреждения уже обсуждать, как действовать. Приведу пример из последнего. Не называй регион ни в коем случае. Замечательные люди. Одно из медицинских учреждений выделили целый блок, целое отделение под будущую палиативную помощь. Там будет 15 палиативных коек планируется. Но вот чудеса. Оказалось, что в этом блоке, который они выделили, помечается не 15 коек, а 24, если я не ошибаюсь. И они что решили, чтобы оптимизировать, не пропадало пространство, что с левой стороны будут палаты палиативные, за дверью, а справа будут нормальные, будут принимать людей, капать им витамины, дальше продолжать и так далее. То есть вы прекрасно понимаете, лучше меня, что это не очень правильно. Ну если коротко. Поэтому мы понимаем, что такие чудеса иногда происходят. И это не от того, что люди хотят сделать плохо. Они хотят сделать хорошо, самое удивительное. Но они не знают, как это сделать. Поэтому мы тут рассчитываем на вас. И вторая часть, это уже непосредственно доход до конкретного медицинского учреждения и помощь, и работа совместно с руководством и с персоналом этой организации. Поэтому 15 регионов, где мы в ежедневном, ежеквартальном режиме будем общаться. Также это ряд регионов, которые просят просто методологической помощи. Башкортостан, Чечня, Забайгальский край, которые просят выехать, посмотреть, как у них построено, и помочь понять, как двигаться. Появляется международная повестка. Бывшие республики СССР также проявляют неподдельный интерес. Поэтому планируется уже в ближайшее время Кыргызстан. И вот указаны пять, оставшихся четыре страны. Остальные будем методологически помогать. Всегда открыты. И будем поддерживать как можем. И хочу сказать, что, вы знаете, за семь месяцев проекта происходят колоссальные изменения. В какие-то регионы мы выезжали по несколько раз, в какие-то учреждения. Удивительные вещи происходят в Дагестане. Там, соответственно, учреждения, где для детского учреждения, где тяжелые детишки. То есть нашли спонсор. Вот правая фотография, где нюта купает малыша. Спонсоры купили бассейн. Уже они построили у себя стационарный бассейн. Уже детишек водят туда. То есть за шесть месяцев происходят локальные чудеса. И это безумно приятно. Поэтому спасибо. Вот я все не буду долго вас грузить цифрами, фактами. Поэтому можем как? Можем пообсуждать, если есть вопросы. Готов вглубь что-то рассказать по вопросам. Либо Алексей покажет вот этот вот наш побочный продукт, как я его называю. Выбор за вами. Можно и то, и то. Давайте тогда Алексей покажет. А потом любые вопросы буду признателен. Здравствуйте. Мне не понадобится. Спасибо, Борис. Единственное, можно я попрошу там наверху такая стрелочка в две стороны. Можно я нажать, чтобы фуллскрин открылся, будет поудобнее. Спасибо. Как уже было сказано, мы отправляли огромный запрос в регионы, потому что объем информации, которую требовалось обработать, действительно был очень впечатляющим. В связи с чем, когда начали получать эти таблицы, матричные, плоские, заполненные по-разному, стал вопрос, как вообще эту информацию обрабатывать. Более того, был важный вопрос, связанный с тем, что важно было понимать вообще распределение организации палеоативной помощи, ну и не только палеоативной, социальной, медицинской по стране, в тех регионах, которые мы в проекте пилотировали. Поэтому вообще этот продукт родился как из карты. Мы сначала искали инструмент, который позволит нам нанести объект на карты и сделать выводы, связанные с тем, насколько доступна палеоативная помощь, какое количество организаций в регионе и так далее. Впоследствии, скажем так, ковыряя его, мы поняли, что использовать его можно гораздо интереснее, гораздо больше выгод от него приобрести и родился, как Борис уже сказал, интерактивный портрет региона, который был выпущен сейчас в практически каждом уже регионе, был демонстрирован на руководство региона, вызвал большой интерес. Состоит он из следующих частей. Они коррелируют как раз с тем солнышком, который был в предыдущей презентации. Это география, демография, экономика, кадры, смертность и потребность, организации здравоохранения, аптечные, социальные, те социальные услуги, которые были оказаны, количество вызовов, скорой помощи на боль, развитие ПМП в регионе непосредственно и отдельно по запросу была сделана вкладка в респираторной поддержке. Можно географию, демографию, пожалуйста. на примере Нижегородской области. Видно? Бульмения. Не, пояснять, конечно, буду. Значит, все время будут отсылки к Борису выступлению, поэтому огромное количество параметров собирали, поскольку все регионы в проекте очень разные, отличаются как площадью, так и протяженностью, так и количеством населения, так и... Ну давайте, да, сейчас на географии, демографии остановимся. Соответственно, у нас здесь площадь региона, протяженность его с севера на юг, с запада на восток, общее население региона и процент населения региона в общем населении Российской Федерации. Дальше. У нас здесь численность трудоспособного пожилого детского населения. У нас население в городское, сельское. Смертность, рождаемость, соответственно, смертность по годам и важно отметить, что когда мы работали с данными, мы, если регион сравнивали, то сравнивали его с Россией. Если административно-территориальную единицу региона мы брали, то сравнивали с регионом в целом. Поэтому вот самый нижний график это разбивка смертности и рождаемости по годам, где столбики, это Российская Федерация, а линии тренда это рождаемость и смертность в регионе, соответственно, зелененькая и красненькая. Если есть вопросы, готов ответить. Либо переходим к карте. Во многих случаях мы сравнивали показатели с общероссийскими. Вот это показатель смертности региона, это показатель рождаемости региона, а это, соответственно, российские. Сразу видно. И это, вы прекрасно понимаете, косвенный показатель о востребованности палеоативной помощи в конкретном регионе. Соответственно, вот эти данные, это административное деление, там районы, крупные города, закрытые территории, если они есть. И они сразу в интерактиве, допустим, какие-то крупные села, мы нажимаем, и они отображаются на карте. Извиняюсь, не мог. Не, братья бога. А я буду очистить. Отлично. Сейчас мы с ассистентом продолжим. Значит, сразу скажу, что базовую карту, которую мы использовали, это, вы видите, она немножко по-разному, то есть не совсем даже немножко, немножко покрашена, по-разному. Это плотность. Соответственно, мы видим, что, ну, самое плотное, темное, это самое плотное, светлое, соответственно, не плотное совсем. Вот, Нижний Новгород, безусловно, плотнее. Мы вот эту карту использовали как базис, потому что именно на основе такого представления информации о населении удобнее было делать, в общем, все выводы. Давайте, наверное, дальше на экономику. Ну, здесь совсем все очевидно, но, я думаю, просто не очень хорошо видно. Дело в том, что все регионы разные, как уже говорили. Все, соответственно, они по-разному могут себе позволить заниматься, уделять внимание палеотивной помощи. Поэтому у нас основной показатель, который мы, ну, их было много, но вот самым первым стоит показатель, это уровень налоговой, ой, бюджетный у нас, доходов региона. Потом у нас, соответственно, идут... Мне вообще не видно здесь. Нет, тут на самом деле, вот верхняя часть, это макро-показатели, которые доходы, расходы, закредитованность. Вот, допустим, вот эта важная цифра, это долговая нагрузка бюджета. Если она там 50 и выше, 70 процентов, не дай бог, как у Республики Кавказа, мы понимаем, что у них своих доходов вообще нет, они живут, проедают... Это и дотации, и займов бюджета. То есть мы понимаем, что бюджет абсолютно обременен внешними источниками и зависит от внешних источников. Значит, потенциал для финансирования палеотива крайне низкий. Здесь показатели доходов и расходов. Допустим, вот это там соцсфера, это здрав, это палеотив в здраве. То есть мы сразу видели, помните показатели, на душу населения. То есть у нас все показатели коррелируют. Вот важный показатель. Мы для себя выбрали зарплаты. Зарплаты медицинского персонала. Близкая вам тема. Например, младший медицинский персонал, в каком, в 2018 году, в 2018 году не вижу, наверное, в 2017 году. В 2018 году выравниваются стали. Это средняя по региону. Мы видим, какая разница. Значит, отток из медицинской сферы вам гарантирован. То есть это дефицит кадров, это сложность, наполнения людьми, медицинских организаций. Ну, здесь уже как бы получше. Люди работают, выравниваются. То есть мы сначала смотрели вот эти чувствительные показатели, чтобы понять, как вообще, что предлагаете, как строить систему. Добавлю здесь, что зеленые столбики – это данные по региону, это медицинские работники. Врачи. Это врачи, да. Средний медицинский, младший медицинский персонал – это зеленые столбики. Желтые – это социальные работники. Красный – это средняя зарплата в регионе, что показывает соотношение между зарплатами врачей и медицинских работников в среднем по региону. Фиолетовый столбик – это средняя зарплата по России. Как Борис уже сказал, мы видим, что в 2018-2019 годах ситуация стала в лучшую сторону меняться. Средние зарплаты по региону были догнаны зарплатами медицинских работников среднего и младшего, так скажем, звезрена. Возвращаясь к Нижнему Новгороду, с какого-то момента начала курсировать электричка, ласточка или птичья фамилия. И сразу увидели, что отток кадров, вот эта цифра плюс ласточка, привела к тому, что люди начали уезжать в Москву и дальше. Поэтому, казалось бы, что такое ласточка и медицинский персонал? Можно кадры, пожалуйста? Кадры – вообще слабое место везде. Было катастрофически заполнено каждым регионом. Здесь нули, потому что просто нет данных. То есть при наличии данных, это будет живая диаграмма. Каждый показатель имеет 2-3 уровня внутрь. Кликаешь сюда, и они проваливаются. Если какой медицинский персонал? Средний, в стационаре, в амбулатории и так далее. Тут важно сказать, что действительно присутствуют нули. Иногда их в разных регионах, их по-разному, но иногда бывает их много. Это связано с тем, что только основываясь на информации, официально полученной от региона, мы делали все выводы и использовали только такого рода информацию. Ничего не придумывали, из открытых источников ничего не брали. Поэтому, к сожалению, осталось достаточное количество пробелов. Но мы надеемся в дальнейшем, особенно с сопровождением, их заполнять. Мне действительно очень обидно, что на этом экране не очень хорошо видно. Но это количество обученных медицинских работников. Такого рода параметры. Они везде можно провалиться, посмотреть, сколько из них было обучено очно, сколько от них было обучено заочно, сколько дистанционно и так далее. В общем и целом, слайд максимально визуализует картину по состоянию кадрового обеспечения в регионе. Идем дальше. Дальше у нас смертность, потребность. Самый главный для нас был показатель, это смертность в регионе, взрослые и дети. Вообще мы всегда, когда работали с информацией, безусловно, разводили между собой взрослых и детей очень разные, потому что и показатели, и методики, и подсчеты. Также всем известно, что существует три методики, по которым можно посчитать потребность палеоативной помощи в населении. На этом графике очень хорошо видно, здесь желтая полоска – это смертность в регионе. Три зеленых – это три различных методики, возможно, применимых для подсчета потребности в регионе. Красное – это количество выявленных и, соответственно, обслуживаемых и оказанных палеоативной помощи. То есть, действительно, мы приняли вот эту методику потребности расчета, факт на 2018 год, вот этот. То есть, разница 50%. Особенно на фоне смертности общей. А смертность можно еще нажать на график? На рыженькое, пожалуйста. То есть, смертность у нас анализировалась по нозологиям, то есть, вглубь каждую, мы, по сути, там… Можно еще раз на зелененькую, на большую. 10 тысяч человек умерло, и мы смотрели причины смертности. Да, но все графики интерактивные, они удобны в использовании, они многоуровней вложенности содержат. К сожалению, это не очень видно, тут по каждому ползают цифры. Давайте, пожалуйста, дальше на организации… Что у нас там? Здравоохранение? Это вообще такой макросредс организации здравоохранения в регионе. Здесь и учреждения, и ФАПы, все и ФАПы, и ВОПы, и амбулатории, и, соответственно, нанесенные на карту региона. Сейчас здесь выбраны амбулатории, они горят. То есть, вот минус 7 амбулатории, просто выбрано, если выберем 857 ФАПов, то покажутся, отобразятся все ФАПы. И дальше можно будет смотреть. Вот это вот страшные графики, это показатели по отделениям. Например, кардиология, можно посмотреть среднее продолжение пребывания на койке, средняя смертность. То есть, каждый график интерактивный. Здесь просим еще раз прощения, сложно… То есть, это такая, знаете, игралка занимательная, которую надо щелкать и смотреть просто на досуге. Вот, движемся дальше. Это вкладка, да, это слайд, посвященный аптекам. Ну, во-первых, безусловно, аптеки все на карте. Цветом выделена доступность в пределах полутора часов. Полутора часа? Полтора часа в один конец, 90 минут. Вот, видите, вот это вот пятно, это как раз тепловая карта доступности. Мы там игрались от 30 минут до полутора часа. То есть, покрытие по дорогам общего пользования. Ну, вот здесь недоступно, это там заповедник, болото, поэтому мы… Там же, ну, может быть, там где-то в центре одна маленькая деревня на 10 человек, которые еще почему-то не уехали. Поэтому, по сути, мы можем говорить, что практически текущая сеть залицензированных аптек покрывает в разумные сроки доступность для того, чтобы… Это разные по форме собственности аптеки. То есть, красные государственные, муниципальные, частные аптеки и ИЖИ с ним. Ну, и дальше там по потреблению лекарств и так далее. Это именно лицензированные. Вот этот график показывает, какой вид лицензий на отпуск, на утилизацию, на хранение, на перевозку. Просто не видно, там каждая лицензия поименована. Безусловно, да, в скопе нашего внимания были только аптеки, которые отпускают НСПВ, потому что другие нас не очень интересуют. Можно, пожалуйста, следующую вкладку? Аналогичная абсолютно механика с слайдом медицинских организаций. Карта плотности, размеры кружочков – это коечный фонд, ой, социальных, прошу прощения, организаций. Нет, аналогия полная к медицинским, а на карте представлены социальные. Диаметр круга – это количество коек, цвет круга – красный, голубой – это койки милосердия и социальные койки. Соответственно, взрослые, детские. Да, связанные с количеством и статистикой проживающих людей. Что тут еще добавить можно? Тут так же все интерактивно, кликаешь на график, а там либо койки милосердия, либо общие, либо детские, либо взрослые. То есть это просто занимательная игра. Безусловно, если мы нажмем, допустим, на красненький сегмент круга, у нас останутся только на карте, только красные. Брюки превращаются в изящные шорты. Но это, видимо, просто вопрос… Нет, 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 все работает, здесь вопрос с интернетом, поскольку это облачная платформа, мы единственное, в чем уязвимое, объективное, это в наличии хорошего сигнала интернет. Немножко запаздывает, прошу прощения. Вот, это у нас койки с милосердием по диаметру круга, соответственно, можно определить. Чтобы было понятно, это потенциально от 50 до 80 пациенты палеотивные на койках милосердия. И когда мы, наши идеологии, чтобы они были включены в систему оказания палеотивной помощи. И, соответственно, нам было важно, вот, условно говоря, мы планируем палеотивное отделение здесь или выездную службу здесь, и насколько они смогут покрыть вот эту потребность. И важная цифра наверху – это средняя стоимость пребывания на койке милосердия в день по региону, по отделению. Соответственно, если вы выбираете отделение, то получаете отделение. Верните нам обратно. Спасибо. Идем дальше. Важный очень слайд у нас – это социальные услуги вдогонку к социальным учреждениям. Это количество социальных услуг, полученных, соответственно, по годам, по месту получения, по видам. Общее количество услуг на одного человека в год в регионе. Ну, очень все мы прекрасно понимаем, насколько важно в нашем вопросе межвед, медицина, социальные. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Очень важно. Да, опять же, плотность, диаметр круга – это количество вызовов в данной административной единице скорой помощи. Причем, что характерно, мы старались выявить только те вызовы, в которых речь шла о боли. Да, вызовы скорой помощи для того, чтобы оккупировать болевой синдром. И боли одного раза в неделю. Ну, боли. Ну, условно говоря, один и боли к одному пациенту. Но вы сами понимаете, эта статистика очень непростая. То есть далеко не все регионы ее ведут. И у меня, признаюсь, есть сомнения в ее адекватности. Ну, то есть там мы, по крайней мере, понимаем, масштаб бедствия – это 100 вызовов или это 5000 вызов в год. То есть это мы… Вы прекрасно понимаете, что три и более вызова в неделю на один адрес – это сигнал для того, что там не все в порядке. Ну, с точки зрения нашей с вами темы. Да, да, в большей степени это палеотивные люди. Вот. И самый, на мой взгляд, интересный график – это по нозологиям. Тем выявленным, на которые выезжала скорая помощь, оккупировать боль какого рода им приходилось. И он очень показательный, потому что там большая часть этих нозологий соответствует, в общем, сфере палеотивной медицины. Идем дальше, если нет вопросов. Ключевой, показала, ключевая вкладка – это развитие палеотивной медицинской помощи в каждом конкретном регионе. Значит, койки сестринские, койки не сестринские. Синие – это койки сестринского хода, текущие 857 Нижний Новгород, он прямо один из лидеров по сестринским койкам. Красные – это текущие палеотивные койки. И, соответственно, это учреждения, в которых они сконцентрированы. И различные показатели, связанные с потребностью в ПМП, взрослые дети, вот этот интересный – это субсидия полученная. Наши федеральные субсидии, на что она потрачена? Старались свести воедино все показатели, которые относятся к… да, можно ткнуть туда. Это, условно говоря, капитальные ремонты, закупки оборудования, лекарства, обучения и так далее. По сути, наверное, все. Там дальше еще осталась респираторная поддержка, но это идентично. Коллеги, я бы сказал, что мы программу минимум выполнили. Мы вам рассказали об успехах за 6-7 месяцев. Поэтому, если есть вопросы, давайте дискутировать. А вы можете того же, что понравилось вам назвать конкретно? Ну, конкретизируйте вопрос. Понравилось… Провокационный вопрос. Смотрите, я скажу вам так. В каждом регионе есть негатив, его достаточно, и есть позитив. Нет региона абсолютно негативного и нет региона абсолютно позитивного. Каждый регион можно разбирать и в плюсе, и в минусе. Поэтому там можно говорить, что где-то преобладает негатив, где-то преобладает позитив. Но вот прямо исключительно позитивных, прямо совсем на 100%. Ну, смотрите, лидеры, я считаю, те, кто вошел в проект, и вот тот правый, помните, пузырьки? Лидеры те – это правая квадратная диаграмма. Это лидеры, которые хотят… На самом деле, даже республики Кавказа, там и денег нет, и огромное количество проблем, и с обезболиванием все жутко. Но там за 3-4 приезда в Дагестан, например, там кардинально меняется менталитет, кардинально люди понимают по-другому, что такое палеотив. То есть я считаю, что ключевое – это желание. Желание некоторого количества, совокупности людей, от которых это зависит. Ленинградская область, Хмельева Нина Николаевна. Вот у меня серьезное такое вот, скажу, замечание, скажу замечание, в кавычках такое небольшое, по оценке. С одной стороны, показатель профильности меня смущает наших пациентов. Мы не можем полностью опираться на цифры, потому что профильность, она не заложена в цифрах. Это может быть онкологический больной, который нуждается в палеотивной помощи, но просто благодаря уходу он долго живет, и рак у него развивается медленно, скажем так. То есть, по идее, он палеотивный больной, но живет долго. Мы же наблюдаем семьи на дому по году, скажем так. Они поступают в хоспис, но у которых совпадает рак с социальным фактором, что его некуда выписать, такие могут действительно находиться очень долго, и такие больные есть. Потом передышка для родственников, например, это показания для госпитализации в хоспис. Это не значит, что пациент такой социальный, вот он ходит, гуляет, ему только покормить, там витаминчики покапать. Это реально передышка для родственников. Это чисто хосписный пациент. Таких пациентов тоже много. И я считаю, что вот с точки зрения экономики регионов, которые достаточно бедные, конечно, всегда было, скажем, важным, чтобы была помощь на дому. Вот упор делать на выездные службы. И использовать кадры, ну, вы знаете, Борис, что я предлагаю использовать кадры существующие на базе палеотивных отделений сестринского ухода, их обучать. И после того, как они будут обучены, и они будут выезжать на дом, и они уже тогда придут к рациональному использованию тех уже имеющихся коек. Потому что, когда идет выездная служба, и ни одной койки, когда ты можешь этого пациента положить, при необходимости госпитализации, то, ну, поблизости, я имею в виду, они туда за 300 километров везти. Это создает, конечно, трудности для пациента, в первую очередь. О том, что палеотивная помощь, что это такое. Вообще 30 лет уже идут споры, обсуждения, и с каждым десятилетиям, простите, мои седины, с каждым десятилетиям круг этих пациентов расширяется. Уже те, кто и не родился, тоже теперь нуждаются в палеотивной помощи. Мы даже в 90-м году до этого додуматься не могли. Вот, поэтому, чтобы вот это все... Понятно, что не все люди понимают, что такое палеотивная помощь. Потому что, я говорю, что даже не все специалисты понимают, что такое палеотивная помощь. Это, ну, нельзя людей за это винить. Но вот по исследованию, которое я делала в своем хосписе, за годовой работой хосписа, в принципе, получается, что 10% — это чисто социальные за год и 30% — совмещенные социальные с необходимостью помощи. То есть, ну, вот так, на район 500 тысяч, там, 450 тысяч населения. Ну, вот, я и говорю, что просто не слишком вот за эти цифры как бы дают ориентир, но не слишком в них как бы ориентироваться. Более гибко подойти. Спасибо. Заров Алексей. Больница святителя Алексея. Церковная больница находится в Москве. Больше столько палеотивов, выездная служба и свой учебный центр, который обучает маршрутных сестер по уходу. И свой небольшой, но в планах, который мы уже реализуем, и региональный проект. И поэтому очень интересна информация, которая вам представлена. И тогда вопрос первый. Вот эта программа, она доступна для нас? Или нет? Мы можем потыкать, как вы сейчас это делали? Вы имеете в виду вот это? Да, потому что информация нужна. Ну, смотрите, а вы сказали, что вы в Москве. В Москве, да. Но по Москве мы не делали? Нет, я имею в виду по регионам. По региону, ну, вообще это такой сугубо региональный продукт. Ну, вот интерес есть к этому. Я просто думаю, как это сделать, потому что все-таки там есть данные, которые нам предоставлял регион напрямую, да, и они не все в общем. Это можно к вам обращаться? Да, я думаю, что это можно сделать как в таком, знаете, интимном, извините. Спасибо большое, потому что огромная работа проделана, и нам нужна какая-то часть информации. К нам в офис приедете, вот Алексей сейчас вам дадут координаты, и мы вам продемонстрируем. Еще тогда, может быть, я пропустил, участие некоммерческих организаций в этом проекте именно в оказании палиативной помощи в условиях стационара. Каково и есть ли какие-то планы? Ну, то есть, конкретизируйте, пожалуйста, вопросы. Ну, вот, допустим, наша больница, которая больше 115 лет, является некоммерческой организацией. И у нас есть, как я уже сказал, больше таких палиативных, и они финансируются из федерального и городского бюджета. И почему бы некоммерческие организации в регионах не могли также по этой модели существовать? На самом деле есть в Питере, есть, вот, соответственно, Казань. Может быть, вы расскажете? Не коммерческая, не государственная, да. Не государственная, не коммерческая. То есть, как у вас правильно звучит ваша... Вот, лучший хоспис в России. Информация, может быть, не знаю, она была, может быть, я не увидел. Мы об этом, вот, мы не опускались до уровня учреждения. Нет, я не говорю про учреждения, а именно участие не государственных учреждений, не надо там конкретно про Казань. Это, ну, на самом деле, скорее исключение, чем практика. Можно по пальцам там двух рук перечислить такие организации в стране. Ну, может быть, это исключение нужно делать... Вполне. Распространять. Вполне допускаю, да. Наверное, это целесообразно. Но в той же Казани, я так понимаю, Владимир Владимирович сейчас в ближайшее время, который в Абилов. Да, да. Не Путин. В ближайшее время сейчас будет у вас уже... Участок земли выделили? Да, у нас в Абилове сохранение земли, перевозка в стиральную структуру регионально. И буквально, вот, в Абилове, в Абилове, в Абилове, в Абилове, в Абилове, в Абилове, в Абилове. Поэтому, на самом деле, этот процесс идет, он очень медленно идет. Понятно. В Питере детский хоспис также отец Александр организовал. Ну, да, мы не знаем. Соответственно, это самое зачаточное состояние, я подозреваю сейчас. Надо сказать, что еще церковь построила, при участии, в Новом Истре, есть замечательный хоспис. Это все самое начало. Вот они пока не имеют никакого задания, но, тем не менее, там шикарные условия созданы и сделаны-то уже два года тому назад, и лицензия получена. Тогда еще вопрос. По поводу тарифов на оказание палиативной помощи. Такая информация во многом закрыта. Ну, допустим, в Ивановской области, где мы открываем свой филиал в городе Шуе. Ну, эта информация, насколько я знаю, там чуть больше тысячи рублей тариф. Это не закрытая информация. Не закрытая, да? Это программа государственной гарантии. Тарифная, да. Есть федеральная, соответственно, есть региональная, которая зеркально отображает. Условно, там на 2019 год 2300 с чем-то тариф на... Это в Ивановской области. Это койка день по палиативу. Это территориальная программа есть, государственная гарантия. И это, в принципе, в базе консультанта можно найти. Ну, вот Диана Владимировна открыла отделение в Первом институте. Там федеральное финансирование, там другое финансирование, насколько я понимаю. Оно меньше. Ну, не везде соблюдается это, действительно. То есть, на самом деле... Где-то есть 1300, где-то есть 1500, где-то 1900, по-разному. А у вас, по-моему, 5000, да? У МС это вообще смущает немножко. Ну, не единственное, их всего там 3-4 региона, но там, знаете, деньги региона загоняются в МС и потом финансируются, то есть все равно это деньги регионы. Территориальный бюджет все равно финансируется. Ну, здесь нет такого, конечно, порядка, потому что вот мы имеем 67 коек федеральных, да? То есть, первая больница была в России, которая стала оказывать помощь вне зависимости от территориального принципа, да? И за что мы благодарны во многом и Дианне Владимировне, ее поддержке в этом плане. И работаю уже два года. В этом году мы столкнулись с тем, что там где-то в апреле нам в Минздраве сказали, что если раньше получали 3500 тариф, то теперь кто-то посчитал федеральный тарифом 1800. И до августа мы утверждали свой тариф, ну, старый пытались его обосновать, хотя его, конечно, тоже недостаточно. То есть здесь такого нету порядка, понимания. А теперь для меня вообще картина мира сместилась, теперь, оказывается, еще через УМС идет финансирование. Это в редкий случай. Да, я понял, да. Спасибо большое. То есть за информацию так вам. То есть, да, это на самом деле программа государственная, программа государственная госгарантика. Это я понимаю, да, бесплатная занятийская помощь, да. Но на самом деле, конечно, в Иваново, по-моему, в Иваново, я не могу путать. Я вот общался с главным специалистом, мы сказали тысячу рублей с чем-то. Там есть именно, преобладают, по-моему, частные, ну, по сути, частные учреждения медицинские оказывают региону услугу о содержании паллиативных пациентов. И там что-то тысяча с чем-то. Вот еще с чем-то, да. А вы говорите, что в программе вот сейчас в госгарантиях две с чем-то. Почему? Я не могу ответить, я тоже немножко этим занимаюсь. А кто может ответить на этот вопрос? Спасибо большое. Коэффициенты? Понятно, а возможности нету. Спасибо. Спасибо. Борис Анисимович, спасибо большое за доклад. Вашему коллеге тоже. Вопрос очень короткий. В планах на 2020 год Петербург сохраняется. Как планируете дальше с Санкт-Петербургом работать? Спасибо. Мы бы хотели Петербург сохранить. Тут же все зависит не только от нас. Мы очень рассчитываем на эффективное взаимодействие, потому что Питер, это, по-моему, один из знаковых регионов. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы он был в проекте. А? Еще, мы четырьмя. Ой, простите, но коль вы задали вопрос, с Тулой сложно все. С Тулой мы не смогли написать программу, потому что нам не предоставили данные. Тул один из немногих из 25, кому мы не написали по причине отсутствия данных. Отсутствие данных. Ну вот тот инфозапрос. Мы были в Туле, мы посетили ваше учреждение, у вас неплохой потенциал. Но, к сожалению, мы не смогли просто физически по объективным причинам написать вам программу. То есть вы эти проблемы не сделаете? Конечно. Мы абсолютно открыты. Тут вопрос, просто надо гармонизировать взаимодействие. Простите, а представьтесь, пожалуйста. А, да, замечательно. Я слышал про вас, про ваш хоспис, коллеги выезжали, были в позитивном настрое очень. Но вот как-то дальше не пошло. Ну, я не пошел. У нас в 1950-х годах в Москва, где 30-х городе, где 30-х, где 30-х городе,�2, где 30-х, где 30-х городе, где 30-х городе, где 30-х городе, и 42-х, где у нас в России. Замечательно. Государство. Там, где некоммерческие оказывают услуги государству, там он учитывал все эти койки, да. Но это, по-моему, только один регион был. Ну, да, у меня, да, у меня хоспис ваш, он как-то отдельно идет в голове. И регион ЦФО, я сейчас могу, мне кажется, Иваново. Вопрос в чем? Ну, в Севастополе уже, а Крым… Да, понимаю, понимаю. Ну, давайте смотреть. Вот так не отвечу, когда. Это такой сложный вопрос. Давайте думать в 2020 году. Какой? Крым? Ну, мы не запрашивали, у нас сейчас нет такого прямого взаимопилота. Не включен в пилоты, да, поэтому мы просто… В Севастополе уже работаем, уже скоро будет программа. Мы уже выезжали к вам, ну, не к вам, в смысле, в соседний регион. Соответственно, Крым пока вот не является пилотом. Ну, это не значит, что все оставшиеся 60 регионов ничего не делают. Так нельзя ни в коем случае судить. Просто мы отбирали наиболее показательные регионы для пилота 2019 года. Потребности в людях, не в кое-каках. Потребности в людях, не в кое-каках. Мы можем сделать по-другому. Леша, дашь, у меня визитки нет с собой. Мы вас приглашаем просто к нам в офис. Вы проживаете там, в Крыму, да? Вы приехали просто. Соответственно, вы нам дадите цифры, мы вам просто рассчитаем вашу потребность. И это вообще ровно одно арифметическое действие. И чем сможем, поможем. Подскажите, есть еще что сказать, что спросить? Конечно. Ну вот можно еще тогда разок на… Меша, спроси, пожалуйста, последнюю… Первая презентация, последний или предпоследний слайд. Сейчас покажем. Да, совершенно верно. Это будет сейчас то, что 20-й год и далее. Мы тоже с вами обменяемся, давайте, координатами. Это тоже любая методологическая. У нас условно 25 человек команда. Есть юристы, есть медики, есть аналитики. То есть мы абсолютно на безвозмездной основе функционируем. Поэтому… Но долго… Час скрывали, да? А сейчас мы просим. А контакты там… Я не помню, там есть. Да, конечно. Материально сложнее, скажу сразу. Значит, из материального. Я отвечу на ваш вопрос. Что мы из материального делаем? Все знают федеральную субсидию, да? Которая там пятилетняя, выделяется каждому региону в зависимости от потребности. Значит, мы сейчас введем активную работу об изменении направлений использования этих денег, расширения. То есть сейчас вы их можете использовать на лекарства, на наркотики и на медизделия. Мы хотим туда включить обучение. Мы хотим туда включить приобретение транспорта для выездных служб. То есть из двух направлений у нас там 12 направлений. То есть мы на Медведева уже написали. Вот сейчас, в ближайшее время, будет совещание с Минздравом России на эту тему. Хотим расходники. Расходники входят. Не входят, простите. По нашей задумке они туда входят. Поэтому очень надеюсь, что сейчас два года уже выделяется. Оставшиеся три года получится расширить. Потому что куда вам столько медизделий, куда вам столько оборудования, кровати и лекарств. Потому что в каком-то регионе из 16 выделенных миллионов 350 тысяч на оборудование и 15-500 на лекарства при вот таком населении. Поэтому методологически, значит, что мы будем делать на втором этапе? Программа, она, безусловно, старались сделать прикладной, но все равно программа не будет жить и крутиться без ряда вещей. Первое. Это нормативная обвязка. То есть то, что заставит действительно на законодательном уровне, региональном законодательном уровне функционировать эту программу. Второе. Мы будем делать сейчас вот для... Включили? Вот для этой зеленой колоночки мы будем делать подробную пошаговую дорожную карту. Ну, план мероприятий. Что они будут делать в январе 2020 года, в феврале, в марте 2021 и так далее. Соответственно, это будет детальная пошаговая карта и расчет ресурсов. Что нужно региону для достижения тех показателей, которые заложены в программе. Значит, ресурсы я не имею в виду только деньги. Это и люди, это и оборудование, это и площади. То есть, условно говоря, регион задумал открыть 100 палеотивных коек. Для этого нужно столько-то квадратных метров с такими-то техническими характеристиками, столько-то людей, штатная численность, и это стоит столько-то денег. То есть мы будем вот для этих 15 регионов вот это все делать. И плюс методология, то есть методология создания единого координационного центра. В нашей команде есть Егор Ларин, кто с нами часто выезжал на регионы. А, будет поступать, да? Да, точно. Вот он участвовал в создании первого в России респираторного центра в Москве, ЦПП. Поэтому методология и медицинская, и юридическая, нормативная, все будет присутствовать. Так, придет. Последняя строка где? Где? Последний строк. Последний, вот это? Нет, он все да, видимо, справа. Право я не вижу. Вот это? Да. Это те, кто не вошел во второй этап, с кем мы взаимодействовали на первом. То есть мы будем взаимодействовать в режиме вопрос-ответ, в режиме какой-то разовой поддержки. Мы сейчас, вот то, что мы делаем, стараемся делать по федеральной субсидии, это рассчитано не на 25 регионов пилотных, а на 85 на всю Россию. То есть мы хотим изменить направление использования федеральной субсидии. Это в рамках страны, законодательная инициатива. Что? Капремонт, по-моему, я не помню. Ксения Антоновна, у нас, не помнишь, капитальные затраты входят в новые предложения по изменению федеральной субсидии? Нет, предложения. Я не могу сейчас, по-моему, мы закладывали, но боюсь вас вести в заблуждение. Ходят? Ходят, вот, подсказывают коллеги, ходят. Ну что, будем заканчивать? Спасибо огромное, спасибо за время, за внимание. Спасибо, как всегда приветствуем. Масфильмовская, 40. Так, буквально два слова. Вот, про выездные службы. Схема, в общем-то, одна, она знакомая, как там в Европе идет, все начиналось с выездных служб. На каждый регион нужно свое количество выездных служб. Вот, если на примере Ленинградской области, если я считаю, нужно 11 выездных служб, к ним 11 компьютеров. И тогда я, как главный специалист, могу с ними всем иметь связь и регулировать их деятельность, помогать им методологически. Это не то, что я там еду за 300-600 километров, то наматываю, да, вот по области. То есть, вот это очень было бы рационально. Потому что вот компьютеров нет, интернета нет, они там что-то тыкают. Ну, вот это правильно было бы. Ну, это бесспорно. Слушайте, а как быть в Красноярске, моем любимом, где нет вообще мобильной связи? Как? Нет, как останавливать? Ее физически там нет, там нет вышек. Ну, представьте, 2 миллиона 300 квадратных километров. Центральная часть Красноярска, вот эта, которая занимает половину всего края, это тундра, это леса непроходимые. Сопоставимая ситуация. Я не знаю, как. У вас в Ленинградской области в этом смысле все замечательно. Вы вообще на острие прогресса. Коллеги, ну все. Спасибо огромное тогда. Если любые вопросы, контакты есть, мы в вашем распоряжении. Спасибо огромное. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...